Всем привет! С вами Диана Суворова и я приветствую вас на третьем дне своей недели тест-драйвов. На этой неделе видео будут выходить каждый день и в каждом видео я буду тестировать одно тональное средство. Предыдущие мои видео из этой серии вы можете посмотреть, кликнув вот сюда на кнопочку И, там будет плейлист со всеми предыдущими видео. Или открывайте инфобокс, там тоже будет очень много информации. И сегодня я буду тестировать средство, которое набрало максимальное количество голосов от вас в одном из предыдущих моих видео. И это тональное средство от Catrice. Это самая популярная тональная основа сейчас, насколько я поняла. И, к моему сожалению, я тоже ее до сих пор не пробовала. Дело в том, что она у меня была, однако, в 20-м оттенке, который мне оказался темный. И на днях я заказала себе свой оттенок 0,10. И вот как раз могу с чистой совестью его протестировать. Производитель нам обещает, что это будет очень стойкое тональное покрытие, потому что здесь написано 24 часа. Также здесь написано, что оно матирует и создает эффект второй кожи. Здесь написано, что это HD. И это значит, что оно как раз хорошо подходит для съемки фото или видео. Минус в том, что в нем нету SPF. Если средство содержит SPF, оно может бликовать от вспышек фотокамер. Это моя любимая текстура. Она очень жидкая. Вот здесь у нас такой аппликатор с пипеткой. И это такая очень модная текстура. Сейчас многие компании выпускают такие жидкие тональные основы, потому что ими очень легко пользоваться. Некоторые средства похожие дают матовый эффект. У меня есть средства, которые, например, делают более влажный финиш. То есть все зависит от, конечно, ингредиентов. Здесь у нас заявлено матирование. В общем, будем проверять. Так что поехали. Итак, пару слов о макияже, которые сейчас у меня есть. У меня тени сегодня из палетки Naked 3. Лайнер у меня мой любимый Art Deco. Ресницы я использую вот такие вот сегодня пучки. Ссылку тоже на них оставлю, недорогие. Которые делают как раз такой натуральный пушистый эффект. Так, ну оттенок десятый, конечно, мне подходит намного лучше, чем в двадцатый, потому что двадцатый он какой-то темненький. Покрытие такое хорошее у тонального средства, надо сказать, очень. Вот так, чуть-чуть добавлю. Ну вот вы можете видеть уже разницу у меня на лице. Тон мгновенно схватывается. То есть он, видно, что он не влажный. Он сейчас, наверное, усядется и действительно будет матовый. Будьте осторожны при наносении вот так вот из пипетки себе на лицо, потому что от подруг я слышала только одно. Все портили себе джинсы, футболки. И такое тональное средство очень сложно отстирать. Кстати, если вы знаете, чем отстирать тональный крем, пишите в комментариях. Будет, кстати, очень полезный лайфхак такой, потому что многие даже вот выкидывали одежду. Лег он достаточно ровно, шелушение не подчеркнул. Однако, если у вас есть шелушение, и я вижу, что он достаточно матовый, он может их подчеркнуть. Просто у меня сейчас нету на лице каких-то таких вот шелушений, потому что сейчас лето и жарко. Плюс я использовала накануне скраб. Кстати, вот здесь вот у меня видео про то, как подготовить правильно кожу к макияжу, как убрать шелушение. Так, для объема я чуть добавила кремового контуринга от Maybelline, чтобы лицо было немножко объемным, не таким плоским. Сегодня я буду использовать вот такую вот пудру от NYX, кстати. Не забывайте, что в российском интернет-магазине NYX сейчас проходит акция 15% скидку на всю косметику. И я вам очень рекомендую, кстати, эту пудру. У меня в оттенке 01, она самая светлая, но вы уже выбирайте себе под цвет кожи. Ну что же, мой макияж уже готов. Я очень довольна пока что тональным средством. Ну и вернусь к вам вечером, чтобы уже поделиться своими выводами. Потому что, как показывает практика, к вечеру не все такое прекрасное, как с утра. Так что не переключайтесь. На часах у нас 8 вечера. Конечно, я не проносила это средство 24 часа. И не могу вам сказать, что будет после 24 часов. Хотя, мне кажется, никто не носит средство 24 часа. Но, кстати, это интересный тест-драйв. Может быть, как-то проверить. И действительно, если написано 24 часа, посмотреть, что останется после суток с тональным средством. Но я вам не рекомендую, конечно, это делать. И если вы приходите домой, сразу же смывайте макияж, чтобы ваша кожа отдыхала. Но, тем не менее, тональное средство достаточно стойкое. Вот даже сторона без пудры вообще не липкая осталась. Но и нельзя сказать, что она какая-то наглухоматовая. То есть, какое-то все-таки сияние есть. Я вижу, что на полтона тональное средство откислилось на лице. И видно, что оно немножко желтее, чем моя кожа. В носке оно довольно приятное. Никакого стягивания. Хотя она и матирует. Обычно матирующие средства стягивают кожу. То здесь, конечно, я такого не почувствовала. Конечно, это средство для какого-то особого случая. То есть, это HD-тон. Я вам его советую использовать для каких-то мероприятий. Если у вас свадьба или какая-то вечеринка, день рождения. То есть, какой-то выход куда-то. Мне кажется, это тональное не на каждый день. Потому что все-таки его видно на лице. Хоть и заявлено, что здесь невидимое покрытие. Его таки видно. Ну и, конечно же, большой плюс его цена. Тут ничего не могу сказать. Просто прекрасно за такие деньги получить такое тональное средство. Да еще и 30 миллилитров. Что довольно-таки много. Мне, конечно же, будет очень интересно услышать ваше мнение по поводу этого тонального средства. Поэтому обязательно пишите мне в комментариях. Ну и смотрите мои предыдущие тест-драйвы вот здесь вот в плейлистах. Подписывайтесь на канал. Ставьте уведомления. Потому что завтра в 16.00 выйдет новая серия тест-драйва. И очень скоро увидимся. То есть, завтра. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!